Продавца, 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 продавливаю книги. А я в роли поэзии? Да, собственно, можно начинать, да? Стишки для вас одна забава. Немножко стоит вам присесть, знаете ли, уж разгласить у спела слава везде приятнейшую весть. Поэма, говорят, готова, плод новой умственных затей. Итак, решитесь, жду я слова, назначи сами цену ей. Стишки любимца, мусы грации, мы вмиг рублями заменим. И в пук наличных ассигнаций, листочки ваши обратим. О чем вздохнули так глубоко, нельзя ли узнать? Я был далек. Я время то вспоминал, когда надеждами богатый поэт беспечный. И я писал из вдохновения, не из платы. Я видел вновь приюты скал и темный кровь уединения, Где я на первоображение бывало музу призывал. Там слаще голос мой звучал, там доля, яркие видения, С неизъяснимую красой вели, слетали надо мной в часы ночного вдохновения. Все волновало нежный ум, цветущий лук, луны, блистанье, В часовне ветхой бури шум, старушке чудное преданье. Какой-то демон обладал моими играми досугом, За мной повсюду он летал, мне звуки дивные шептал, И тяжким пламенным недугом была полна моя глава. В ней грезы чудные рождались, в размеры стройные стекались мои послушные слова, И звонко рифмой замыкались, в гармонии соперник мой был шум лесов, Или вихрь буйный, или волги, или иволги, извините, напев живой, Или ночью море обгул глухой, или шепот речки тихо струйной. Тогда в безмолвии трудов делиться не был я готов, Столпою пламенным восторгом ему со сладостным даров Не унижал по стыдным торгам, я был хранитель их скупой. Так точно в гордости немой, отзоров черни летимерной, Дары любовницы младой хранит любовник своей веры. Ну, слава заменила вам мечтание тайного трады, Вы разошлись по рукам, меж тем, как пыльные громады. Лежал и проза, и стихов, напрасно жду тебя чтецов И ведли на ее награды. Блажен, кто про себя таил душу высокие создания, И от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаяния. Блажен, кто молча был поэт, и терном славы неувитый, Презренный чернию забытый, без имени покинул свет. Обманчивее и снов надежды, что слава, Шепот ли чтеца, гонение низкого невежды, или восхищение глупца. Лорд Байрон был того же минуем, Жуковский тоже говорил, Но свет узнал и раскупил Их сладкозвучные творения, И впрямь завидим вас судил. Поэт казнит, поигранчает, Злодеев громом вечных стрел, Потом в свидальном поражает, Героев утешает он. Скорильный на кеферский трон Свою любовницу возносит. Хвала для вас докучный звон, Но сердце женщин славы просят. Для них пишите, Их ушам приятно лезть анкариона. Молодые лето розы нам дороже лавров геликона. Самолюбивые мечты, Утихие юности безумные, И я, стреть буря жизни шумной, Искал внимания красоты. Глаза прелестные читали меня С улыбкой любви, Уста волшебные шептали мне Звуки сладкие мои, Но полно, жертву им свободы, Мечтатель уж не принесет. Пускай их юноша поет, Любезный баловень природы, Что мне до них? Теперь в глуши Безмолвно жизнь моя несется. Стон лиры верной не коснется Их легкой ветреной души, Не чисто в них воображение, Не понимает нас оно, И призрак бога вдохновение Для них и чуждо, и смешно. Когда на память мне не больно Придет внушенный ими стих, Я так и вспыхну, Сердцу больно, Мне стыдно идолов моих, К чему несчастно я стремился, Прид кем унизил гордый ум, Кого восторгом чистых дум Боготворить не устыдился. Люблю ваш гнев, Таков поэт, Причину ваших огорчений Мне знать нельзя, Но исключений для милых да уже ли нет? Ужели ни одна не стоит Ни вдохновения, ни страстей, И ваших песен не присвоит Всесильной красоте своей? Молчите вы? Зачем поэту тревожит сердце тяжкий сон? Бесплодный память мучит он. И что ж, какое дело свету? Я всем чужой. Душа моя хранит ли образ незабвенный? Любви блаженства знал ли я? Тоскою ль долго изнуренный Таил я слезы в тишине. Где-то была, Которой очи, Как небо, Улыбались мне. Вся жизнь Одна ли, Две ли ночи? И что ж, До кучнистон любви Слова покажутся мои Безумцы диким лепетанием. Там сердце их поймет одно, И то с печальным содроганием. Судьбою так уж решено. Ах, Мысль о той душе завяла И могла бы юность оживить, И сны поэзии бывалой Толгою снова возмутить. Она одна бы разумела Стихи неясные мои, Одна бы в сердце пламенела Лампадой чистой любви. Увы, Напрасное желание, Она отвергла заклинания, Мольбы, Тоску души моей, В земных восторгах Излияния, Как божеству, Не нужно ей. Ну, Итак, Любови утомленной, Наскучи лепетом молвы, Заранее отказались вы От вашей лиры вдохновленной. Теперь, Поставив шумный свет И мус В ветреную моду, Что ж изберете вы? На бороду. Прекрасно. Вот же вам свет. Не влите истинник полезный. Наш век торгаш, И все век железный, Без денег и свободы нет. Что слава, Яркая зарублата, На ветском, Курубище певца. Нам нужно злато, 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 Хотите злато до конца, Предвижу ваше возражение. Но вас я знаю, Господа, Вам ваше дорогое Пока на пламя идет труда, Кипит, Бурлит воображение, Оно застынет, И тогда Постыло вам и сочинение. Позвольте просто вам сказать, Не продается вдохновение, Но можно же рукопись продать. Что медленно, Уж ко мне заходят Нетерпеливые стицы, В круг лавки журналисты бродят, За ними тощие певцы, Кто просит пищи для сатиры, Кто для души, Кто для пера. И признаюсь, От вашей веры Предвижу многое добро. Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись, Условимся. Точные певцы. Как известно, Кушкин был первым поэтом, Который стал писать за деньги, Поэтому такое произведение Довольно забавное В этом контексте выглядит. Вот. Виталий.